Моя страница. Хорошо. Они придумали юридическую замену маме и папе. Родитель номер один, родитель номер два. Я говорю, а бабушка, родитель номер два, родитель номер один. Бомж оскорбляет безработного. Хотя бомж нормальное слово. Безработный хуже, на мой взгляд. Они придумали замену, да просто все бомжи повесятся. Пространственно ориентированы. Вообще без рода, без племени. А проститутка тоже нельзя, обижает слово. Я давно придумал замену этому, в общем, не очень ласкающему слову. Я называл их так. Девушки с заниженной планкой социальной ответственности. Ну, красиво, согласитесь, звучит. У американцев интереснее. Жертва обстоятельств. Если мы с них возьмем эту политкорректность, то, что это не хуже решение. А представьте, как он наедет на Америкосовку. Зато он только не снилась никогда. Он Хилтон, Клинтон выскажет все. И как она мужа добила на мать. И что он про саксофон забыл. Он ей на все приезжает. И что она вот так снутая, вся из-за силикониная. Ой, Галкин, кстати, отомстился Пугачёву. После того, как Жириновский оскорбил Пугачёву, Максим Галкин по телефону, по телефону оскорбил Николая Валуева голосом Жириновского. Жириновский, он гений, правда. В Латвию его не пускали. Вы знаете, я часто, многие знают, что я часто бываю в Латвии. У меня там есть такая зимняя пермога своя. И вот приехал Жириновский. Я так, я так был удивлен. Дело в том, что Латыши в Жириновский не пускали за неполепкорректные выражения. Ему не давали визу. Что он придумал? Ну, гений. Он стал участником какой-то комиссии от России в НАТО. Посмотрите, как был козу Латышевский. И оформился в Латвию через НАТО. Когда Жириновский появился на трапе самолёта с НАТО в цепи, у Латышей политиков лица были, как у Шарпея, который получил в отзади. Он так опустился, так всё, всё сморщилось. И Жирин этим не ограничилось. Он назначил пресс-конференцию в Риге. Как раз в то время, когда была пресс-конференция у НАТО. У НАТОвца три человека было в цепи. Все остальные уже не поняли. Канатовцы вообще не понимают, что за пошуток лейбонга они принесли. Что это такое, что у них ни одного человека нет? Ну, когда Жириновский им выдал всё. Бесятый политкаревность. Если он будет в мире общаться со всеми, негров снова. Негров не будут называть. Русских русскими. А то придумали. Россиянин. Это что такое? Тогда ты татарский россиянин. Потом менский россиянин. А ты русский россиянин. Смотрите, вот удивительно. Русский самый униженный народ в России. Стоит сказать, я русский, ты русофил. Нормально? Говорит, я еврей. Ты ж не евреофил. Татарин. Ты ж не татар. Не татарофил. Татарин. Я даже не знаю, как выразиться. Действительно. Жирик прав в этом. Латышам он врезался. Он сказал. В Латвии сказал. На пресс-конференции. А ты мне надо. Такой страны нет и быть не должно быть. Вы так хохочете сейчас подумать. На подумать. Наблюдать. С Аминь. Аминь. Аплодисменты. В.